В рамках заседания комитета по вопросам равенства и недискриминации состоялись слушания по ситуации с нарушением прав крымских татар на территории временно оккупированного Крыма. На слушаниях также приняли участие крымские татары, а именно председатель Межлиса крымско-катарского народа Рифа Чубаров и его заместитель, а с временно оккупированного Крыма Риман Джелял. Как мне подсказывает наш редактор, с нами сейчас связался Рифа Чубаров, председатель Межлиса. Рифа Чубаров, расскажите нам подробнее, как прошло сегодня заседание комитета парламентской ассамблеи. Оно, к сожалению, было в закрытом режиме, поэтому вся информация, которая у вас есть, мы готовы ее выслушать. Да, оно было не столько в закрытом, но не в публичном режиме. Я был уверен, что будет трансляция и как-то не позаботился заранее, чтобы хотя бы собственное выступление записать. Но ничего страшного, главное, сделали дело. Заседание готовилось несколько недель. На этом заседании комитета по вопросам равенства и недискриминации был презентован доклад госпожи Сунна. Она, я думаю, что я не ошибаюсь, Тор Тилдур, ее фамилия, она автор доклада о положении хрымских татар. В обсуждении принимали участие народные депутаты, входящие в разные национальные делегации, в том числе народные депутаты Украины, я хотел сказать, а также парламентарии различных других стран. Я не скажу, что было очень много выступлений, выступили госпожа Денисова, уполномоченные Верховной Рады Украины по правам человека, первый заместитель председателя Меджлиса Крымского народа Нариман Джелял. Я выступил тоже в качестве спикера, нам всем было предоставлено по 10 минут, ну и разумеется, со стороны Российской Федерации выступила уполномоченная по правам человека госпожа Москалькова. А вот интересно, говорили, что Российская Федерация будет пытаться привлечь в этот комитет коллаборантов, в том числе Тейфука Гафарова, Эрвина Мусаева и еще ряд предателей. Не получилось у них это сделать? Не допустили их туда? Ну, дело в том, что да, в самом начале своего выступления, я не помню, представитель Российской Федерации, может это и была Москалькова, заявила о том, что они очень сожалеют и выражают недоумение, почему из Крыма не включаются, как они выразились, люди, которые живут в Крыму, пользуются там каким-то, с их точки зрения, заслуженным авторитетом, что они на первом этапе предлагали кандидатуры Эрвина Мусаева и Ченкиза Якубова, поскольку они были отведены, то потом предложили на втором этапе кандидатуры Лентары Халиловой и Тейфука Гафарова, но вот их тоже почему-то не включили, как говорит представитель России, для обсуждения, но председатель комитета, она, в общем-то, аргументированно пояснила свою позицию и сказала, что с их точки зрения достаточно представителей, которые могут дать объективную информацию, а дальше уже в выступлениях, особенно докладчик сказал о том, что, вы же знаете, мы имеем дело с мечлисом крымско-татарского народа, который избирался самими крымскими татарами и он признан и Украиной, и другими сторонами в качестве высшего представительного органа крымских татар, и поэтому мы с ними и будем говорить. Но это можно расценивать как успех, то, что коллаборантов не допустили, потому что до этого мы видели, в том числе и в парламентской ассамблее Совета Европы, и на некоторых заседаниях ОБСЕ им удавалось туда все-таки допустить этих людей? Я бы не аргументировал тут такими категориями, как успех или еще что-то подобное. Это одно из таких тяжких с точки зрения обсуждения заседаний на одной из международных площадок. В данном случае это заседание одного из комитетов парламентской ассамблеи Совета Европы. Тяжких, потому что, как правило, российские спикеры просто обрушивают на своих слушателей абсолютную ложь, неправду. И я, комментируя выступление Москальковой, был вынужден заметить, что я меньше всего буду дискутировать с ее утверждениями, ограничусь лишь только одним замечанием – в ее выступлении не было ни одного слова правды. И поэтому, еще раз сказал я, мы предлагаем как можно быстрее создать возможности для приезда в Крым представителей правозащитных институтов Совета Европы, включая комиссара Совета Европы по правам человека, чтобы они могли непосредственно в Крыму встречаться с людьми и сделать объективную оценку того, что происходит в Крыму. Как вы считаете, какова вероятность того, что Мишель Бачилетту удастся попасть на территорию временно оккупированного Крыма и дать объективную оценку тому, что там происходит с правами человека? Ну, вот в этом случае Москалькова посчитала для себя возможным поддержать мое предложение, но она же до конца не договорила. И поэтому мне в ответ на реплики пришло сказать о том, что, разумеется, мы будем настаивать на визите в Крым представителей правозащитных организаций, включая и комиссара по правам человека. И этот визит может состояться исключительно и в соответствии с законами украинского государства. И тут, конечно, госпожа Москалькова потускнела, потому что они думают о том, что смогут каким-то образом привести в Крым европейских политиков через Москву, через МИД России. Разумеется, такое просто не то, что невозможно, оно никогда и не состоится. Как реагировали западные партнеры? Мне очень понравились вопросы, которые задавались и докладчику, и нам, и представителям Российской Федерации. В частности, очень был такой конкретный вопрос представителя национальной делегации Паре Латвии Бориса Целевича, который очень четко попросил пояснить Москалькову, почему Российская Федерация запретила Меджлис крымско-татарского народа, запретила въезд лидерам Меджлиса на свою землю домой, в Крым. И Москалькова ничего не нашла лучшего, как просто пропустить этот вопрос как бы мимо своих ушей. И, извините, она начала отвечать с того, что вот при главе Республики Крым, это я ее цитирую, создал Совет представителей крымско-татарского народа, который сам глава и возглавляет, и вот этот Совет, он в состоянии решать все проблемы крымских татар. Мне очень понравился вопрос госпожи Сена Челик, Сена Бридисе Бердуян, но я впервые слышу имя такое Сена, но она представитель турецкой делегации, и, может быть, я неправильно записал, извините. Сена есть такое имя, да, турецкое. Сена, нет. И она спросила, чем, на наш взгляд, могут помочь крымским татарам парламентарии разных стран. Я тогда коротко рассказал о нашей международной акции «Мир против насильства и оккупации. Марш достоинства». И сказал, что мы ожидаем, что парламентарии разных стран вместе с членами Меджлиса, народными депутатами Украины, тогда, когда это будет возможно, будут совершать переход с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Крыма. То есть Меджлиса от идеи марша не отказывается? Более того, мы работаем с представителями различных парламентов для того, чтобы эта идея находила у них взаимопонимание. Мы не можем отказаться не потому, что мы такие, извините, вредные, а потому что практически все международные организации сейчас находятся в определенном таком кризисном состоянии. Я сегодня об этом говорил в своем выступлении. Я привел примеры, когда Россия не выполнила ни один из пунктов всех резолюций, которые принимались Советом Европы за эти 6,5 года, и при этом добавил, что Россия также не выполнила ни одну из резолюций ни Генеральной Ассамблеи ООН, ни ОБСЕ, и не выполнила решение Международного суда ООН об отмене запрета деятельности Меджлиса Крымско-Татарского народа. И поэтому я сейчас добавляю от себя, хотим мы или не хотим, но члены вот этих международных организаций, в том числе Совета Европы, должны найти инструменты для того, чтобы заставить в данном случае Россию выполнять взятые на себя обязательства преступлений в эту организацию. Я когда в своем выступлении, я вспомнил первую резолюцию Совета Европы в связи с вторжением российских войск Крым, и я сказал, что 10 апреля 2014 года Ассамблеей была принята одна из первых ее резолюций, и она называлась «Пересмотр по существенным основаниям ранее утвержденных полномочий российской делегации». Вот в той резолюции, которая была принята 10 апреля 2014 года, Совет Европы тогда не только приостановил ряд функций национальной делегации России, но при этом Совет Европы записал себе пункт, я вот сейчас цитирую, это было в апреле 2014 года. Ассамблея оставляет за собой право аннулировать полномочия российской делегации, если Российская Федерация не нормализует ситуацию и не положит конец аннексии Крыма. Слушайте, это было записано 6,5 лет назад. Россия не положила конец аннексии Крыма. Но ей полномочия возобновили все же в 2019 году. Да, а ей еще и возобновили полномочия. Поэтому, конечно, мы пытаемся таким образом разъяснить делегатам, в данном случае Совета Европы, что ответственность все-таки на нас падает всех, и ее надо, эту ответственность, нести в соответствии со своими полномочиями. Рифат Ага, вот у нас буквально полтора минутки. К чему пришли? Мы провели обсуждение. Мы, по крайней мере, вот участники со стороны Украины, довольны, в общем-то, и тональностью, и ходом, и реакцией всех участников этого заседания. Я, насколько понимаю, алгоритм деятельности институции Совета Европы. Теперь проект резолюции будет рассматриваться на парламентской ассамблее Совета Европы.